Великого озера Байкал Великого озера Байкал Внутри тепло, светло, удобно. Эта юрта – отражение самого ее хозяина. В ней свидетельства обычаев XX века с его стремлением к комфорту, диваны по периметру, где в прежние времена лежали бациновки и шкуры дверей, окна в центре, печь. И здесь же древние традиции. Шаманский посох – старинные обрядные атрибуты. И век новый, в котором сибирские народы ждут своего духовного возрождения. Оно уже началось. Такие люди, как Валентин, и доказательства этого грядущего возрождения, и его проводники. Валентин бросает в огонь горст сухих трав, распространяется приятный запах, в котором угадываются нотки богатейшего байкальского разнотравья, чабреца и бескрайней степи. Шаманский бубен звучит вулка, голос шамана, как порывы ветра, то усиливающиеся, то затихающие, и с новой силой разрезающие воздух в окон. «Год будет необычный и неровный», – говорит Валентин, когда мы усаживаемся в обеседовании. «Предсказания мы не даем. Это астрологи, гадатели вам будут будущее угадывать. А мы только просим наших предков о помощи, довидим их откликнуть». И они говорят, что в 2018 году, с августа-сентября, начнется подъем. Россия – такая страна, которая нужна всем, всему миру. Потом будет 2019 год, и будет уже хороший подъем. Главное, чтобы не было войны, которая творится в мире, чтобы она к нам не пришла. Самое шумное, что будет в этом году, – это выборы президента. Альтернативы Путину нет. Просто нет другого человека, который мог бы сейчас встать у руля и безопасно провести страну через это непростое время. Реально стране нужен руководитель, который держит руку на пульсе. Валентин считает, что политика – важная составляющая нашей жизни. Примеры постоянно на виду у всех бурят монгольских племен. Это прежде всего Чингисхан, которого и Валентин, и многие его соплеменники боготворят. И полагают его в первую очередь тонким политикам, а уже потом – великим воинам. Потом, поразмыслив, добавим. Владимир Путин заключит союзы со всеми странами, и наша страна резко поднимется в хозяйственном плане. Нет, это не фантазии. В военно-промышленном комплексе мы уже всем показали, как умеем работать, – говорит шаман. Шаман – это не колдун, это хранитель традиций, – говорит Валентин. Не все знания удалось принять и донести до наших времен. Ведь кроме мудрой бабки были и советская школа, и армия, и работа на производствах. Но пуповина привела назад, к родной земле. То, чего нет в виде знаний, приходит само. Валентин делает так, как диктует внутренний голос, и он ни разу не обманывает. Возможно, это гены или головы предков, которые у шамана на божничке. Теперь главное дело его жизни – хранить традиции своего народа, передавать их окружающим и просить предков о помощи, когда она нужна людям. Будь то обряд на здоровье или общее благополучие страны. Сагаалган – праздник белого месяца – лучшее время для таких ритулов. Хокк – экурий. Спасибо вам, спасибо вам, удачи и счастья. Спасибо вам, спасибо. Пусть на работе, в доме и в жизни будет все благополучно.